Приветствую вас. Смотрите. Даже если у вашей дочери действительно есть некоторые проблемы, что еще нужно доказать, потому что факт наличия голоса в голове у вашей дочери не о чем. Не говорит. Ну, не говорит о том, что у нее есть какое-то заболевание обязательно. Вот. А даже если что-то есть у вашей дочери, то важно понимать, что никто ставить диагноз дистанционно вашей дочери не будет. Именно дистанционно. Потому что дистанционно диагнозы не оставят. Профессионалы, по крайней мере. А вот именно, ну именно вот. Профессиональные психотерапевты. Вот. Такая вот история. Дальше. Если мы говорим о голосах в голове, которые имеют место быть, то связаны они, как правило, с отношениями между родителями. Вот. то есть между ей и вами. Вами и вашей дочерью. Голоса, которые слышат ваши дочери, Скорее всего, голос, точнее, скорее всего, ваш. Либо ваш, либо, ну, какой-то, кого-то из родных. Так, по крайней мере, обычно бывает. И совершенно очевидно, что есть определенная трудность, совершенно очевидно, что есть некоторый конфликт. Вот, у вашей дочери. И, собственно, конфликт, этот конфликт. На мой взгляд, нужно помочь вашей дочери решить. Вот. Потому что она, сама она с этим не справится. Вот. Она очень тяжело, безусловно, переживает расставание с молодым человеком. Вот. И в этом ей тоже можно помочь. Вот. Такая вот история. Направлять сразу к психотерапевту, психиатру. Вашу дочь, ну, наверное, не стоит. Вот. Потому что это может ее оттолкнуть. Понимаете? Вот. Вот. Поэтому, впервые, возможно, просто поговорить с психологом. Вот. И, ну, чтобы помочь ей разобраться в себе. Вот. Такая вот история. Вот. Такая вот история. На этом все, эм. Я надеюсь, что это было вам полезно, в принципе. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, не старайтесь давить на свою дочь. Не старайтесь именно давить на нее. Позвольте, просто выскажите то, что вы переживаете за нее и, возможно, порекомендуйте обратиться хотя бы на наш сайт для того, чтобы она задала свой вопрос. Нам, чтобы она задала свой вопрос. Нам. И, возможно, ей это в качестве первой помощи вполне подойдет. То, что дальше будет и будет, это уже, я думаю, решит она сама. Да. То есть, вот этот момент тоже очень важен, что не только она может решить, пока не диагностировано у нее заболевание и пока это заболевание не приняло такую достаточно острую форму. Вот. Только она может решить, заниматься ли ей, там, допустим, ну, допустим, лечением своим или нет. Вот. Вы сами заставить ее не сможете. Вот. Это было бы неправильно. Вот. Такая вот история. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Спасибо.